Всем привет! Меня зовут Кэт, и вы смотрите Puzzle English. Сегодня поговорим о словечке всех. С ним в английском языке есть довольно много выражений. Давайте пройдемся по некоторым из них. По статистике, только 20% людей знают свой уровень словарного запаса. На нашем сайте есть интерактивный тест. Пройдите его, после регистрации результаты придут вам на почту. Итак, поехали! Это когда вы на 100% согласны или поддерживаете что-то. На русский можно перевести как Я руками и ногами за то, чтобы есть здоровую еду, но не выношу плю брокколи. Это, кстати, не правда, я люблю брокколи. Фраза вторая Эту фразу, как правило, используют, чтобы описать людей. Все слои общества. Обращаю ваше внимание на предлог from. Среди пользователей Puzzle English есть юристы, учителя, водопроводчики, студенты, парикмахеры, люди из всех слоев общества. Фраза номер три Я пыталась держать это в секрете от родителей, но они знали правду все это время. Фраза номер четыре Это наша русская Устроили тут балаган. Вот free for all Это как раз тот самый балаган. Да много людей, все орут, спорят, бегут. Хаос какой-то, неразбериха, толкотня. Вот это вот все Черная пятница в Америке Это полный хаос, настоящий балаган. Это страшно. Возможно, вы не знали, но у Puzzle English есть второй YouTube канал о грамматике. Сотни часов уроков на разные темы, мастер-классы по произношению и многое другое. Учите английский с нами. А мы продолжаем. Фраза номер пять Это означает вложить всю свою энергию, все свои силы и энтузиазм во что-то, вложить максимум усилий. Команда сделала все возможное и невозможное, чтобы победить. Гламурный мейкап лучше всего приберечь для тех случаев, когда ты хочешь максимально поразить людей. Наповал. Фраза номер шесть Она похожа на предыдущую, на пятую. Тоже значит приложить усилия, но здесь скорее про ресурсы в том числе. Использовать все доступные ресурсы. Временные, денежные, кадровые, все, что есть в вашем распоряжении, чтобы добиться цели, что-то выполнить. Мы сделали все, чтобы успеть до дедлайна. Полиция приложила все силы, чтобы найти преступника. Фраза номер семь Часто используется только начало фразы Это про человека, который много говорит, много обещает, но никогда ничего не делает. Джон только говорит. Я бы на двам месте не воспринимала его слишком серьезно. Не слушай ее обещания. Она только говорит и обещает. Следующая фраза номер восемь Это когда человек готов тебя внимательно слушать. И это уши, да? Или как мы говорим, слушать во все уши. Как только я упомянула деньги, Сара навострила уши. Дети слушали во все уши, когда бабушка рассказывала им истории. Фраза номер девять Она может и не блестящая, но в целом, я думаю, она довольно хорошо показала себя на экзаменах. Фраза десятая Не спать всю ночь. Это имеется в виду, когда ты либо работаешь, либо учишься. Я вчера занималась и работала всю ночь. Там из контекста понятно, что человек имеет в виду. Это мне уже много лет для того, чтобы не спать всю ночь. Фраза номер одиннадцать Это сочетание используется для того, чтобы описать человека, который думает, только думает, что лучше всех знает. Мы еще говорим всезнайка. Она всегда лучше всех знает. Мне очень тяжело с ней разговаривать. Окей, раз ты все знаешь, давай тогда ты попробуй сделать. Ну что ж, на сегодня это все. Смотрите и другие видео на нашем канале. Учите английский по фильмам и популярным песням. Смотрите интервью. Ссылки прикреплю. С вами Блокэт. Учите английский с пазлэнглиш. Субтитры сделал DimaTorzok